Вопрос на засыпку. Что общего между щелканием, ударами или какими-нибудь пением? Звук. За все время блогерства я успела позаписать аудиодорожку разными вариантами. Настроенный микрофон в саму камеру, на проводную, беспроводную и радиопетлички, ну а также на рекордер, на который пишу звук и по сей день. Но вот настал момент. Компания FIFA прислала мне на обзор вот такой вот микрофон, который позиционирует себя как подкастный, но самое главное, он якобы не уступает по техническим характеристикам с такими мастодонтами, как Шур, на которые все повально сейчас пишут звук в своих подкастах, роликах и так далее. Перед началом видеосъемок я заранее посмотрела разные видеообзоры на данный микрофон и все они были плюс-минус одинаковые, ибо проверяют звук они только на своем собственном голосе. Но так как у меня музыкально-образовательный канал, сегодня в данном ролике мы посмотрим, что же это за микрофон, попробуем его подключить, но самое главное проверим, как же он записывает звук, когда мы что-то играем на музыкальном инструменте. Но на самом деле эта ситуация комична тем, что я получила высшее образование по специальности звукорежиссерства и даже закончила с красным дипломом на минуточку, я сама не поняла, как это получилось. И при этом я абсолютно не шарю, не понимаю в звуке, в микрофонах, как это работает, что там крутить, как обрабатывать. Поэтому сегодня мы с вами как новички, как маленькие котятки, которые только-только открывают глаза, будем разбираться в этом микрофоне, искать плюсы-минусы. Но самое главное выясним, стоит ли вам тратить вашу шейкли на вот этот вот микрофон, чтобы добиться хорошего звучания для ваших аудио и видеороликов. Боксинг от Дарри! Все, это у нас находится вот в такой вот коробочке. Открываем, оп-оп-оп. И первое, что мы увидим, это приветственное письмо из разряда «Спасибо, что выбрали наш микрофон». И гайд, как это все, собственно, подключать. С картинками можно посмотреть. Ну, в общем, кто знает англичанский язык, welcome читать. Кто нам, собственно, интересует всей этой коробки, конечно же, микрофон. Что же у нас здесь есть? Ну, во-первых, конечно же, провод. Все, что можно подключить, это USB и Type-C разъемы. Также переходники с 3,8 на 5,8. И, собственно, сам микрофон. Что можно сразу невооруженным взглядом сказать про него? Выглядит очень стильно и минималистично. При этом он находится сразу в вот этой вот ударопоглощающей штуке под названием «паук». Эта вещь помогает поглощать удары. То есть, если вы нечаянно тронули микрофон на стойке, то ничего не произойдет, ничего не разобьется. Все окей, вот эта вещь, она наоборот сгладит и стабилизирует удар. Ну, конечно же, сама ветрозащита. Причем ветрозащита здесь такая нетипичная, как мы привыкли видеть в виде носка черная, как у меня, например, стоит на моем рекордере. Это какая-то такая бархатная, приятно пахнущая ветрозащита. И я вот потом хочу провести эксперимент. Будет ли отличаться звук вот с такой вот ветрозащитой от ветрозащиты типичной? Что еще стоит отметить в этом микрофоне? Капсула сама находится еще в дополнительной защите, но, естественно, на обратной стороне у нас находится кнопка мьюта микрофона. То есть, если вам нужно выключить по какой-то момент, вдруг мама зашла в комнату и начинает на вас орать, что вы не сделали уроки. Вот выключили и сразу у вас не будет слышно собеседнику. Что же у нас находится на нижней части микрофона? А здесь обстоит у нас дела следующие. Во-первых, тут у вас есть подключение для XLR через звуковую видеокарту. Также есть подключение через USB, что мы сегодня с вами, кстати, будем делать. Ход для наушников, чтобы мониторить, собственно, звук. И две крутилки. Это для усиления микрофона и для усиления наушников. Если вы захотите подключить вот этот микрофон через звуковую видеокарту, то вот эти крутилки пристают работать. И, в принципе, у этого микрофона по комплектации как бы все. В комплекте нет даже какой-то захудалой, хлипкой подставочки-штатива. Я про пантограф вообще молчу. Это не то, чтобы минус. То есть мне приходится еще дополнительно, помимо покупки микрофона, думать о том, как же мне его поставить. Потому что на какую-нибудь кружку или ту же самую, не знаю, коробку, этого сделать будет невозможно, ввиду того, что тут есть вот эти две крутилки. Однако, для этого обзора я заранее купила небольшую такую подставочку. Именно, собственно, на стол, потому что пантограф пока я не рассматриваю. Либо эта конструкция довольно-таки массивная, ввиду того, что у нас еще две кошки дома живет. Это опасненько. Мы его сейчас вот так вот пришторбуем, поставим на стол. И уля-ля, вот вам даже и подкастерка. Боксинг от Дарри. В целом, в чем же загвоздка? Почему все так и повально начали покупать, тестить и говорить, что это хороший микрофон? Как я уже сказала ранее, у него есть два варианта подключения. То есть, раньше, чтобы подключить вот такой, скажем так, стационарный микрофон, вам нужно было иметь звуковую карту, это все через нее подключить к вашему монитору, там, ноутбуку, компьютеру я имею в виду, и в целом работать так. Сейчас же все упростили. То есть, можно не иметь звуковую карту, просто взять, подключить через USB к вашему ноутбуку или компьютеру и, в принципе, работать с тем, что есть. В целом, сейчас наше оборудование... О, как раз говорит, что я опознал. Давайте посмотрим, что это, собственно, такое. Когда микрофон более-менее подключен, нам нужна программка, где мы будем, собственно, писать этот звук. Есть разные варианты. Самый простой, самый банальный, это взять и скачать бесплатно на Udia City. Это программка такая. Ну, это не скажу, что прям DAV-программа, просто как-то аудиоредактор. Можете взять любую DAV-программу, там, кто может работать в Reaper, например. Я же люблю работать в Adobe. Это можно взять или Adobe Premiere, записать звук и сразу монтировать USB. Ну, или, например, взять Adobe Audition, записать звук туда. В принципе, перед тем, как тестить звук самого микрофона, давайте сразу подключим наушники, чтобы мы могли мониторить звук во время записи. Я взяла для этого свои наушники для PlayStation. Можете взять любые другие наушники, которые у вас имеются. Сейчас я открыла программку Adobe Audition. Нам нужно ее немножечко настроить, то есть, что у нас уже имеется. Давайте сразу будем проверять звук. Я сейчас все настроила. Раз, 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 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас у нас с вами будет проверка звука. Я буду вам периодически подключать аудиодорожку с рекордера, который сейчас пишется, и, собственно, сам звук с микрофона. И по итогу в комментариях вам нужно будет написать, какой вариант звука вам понравился больше. Для начала у меня подключен микрофон, вроде бы все хорошо, но, собственно, вот эти вот трамблерчики я еще не покрутила, не повертела, соответственно, звучание будет очень тихое. Вот постепенно я его кручу, верчу, запутать хочу, и что-то, да, действительно получается. Давайте. Сейчас я выкручу на максимум свои наушники, чтобы мониторить звук. И да, действительно, смотрите, то есть сейчас буду от тихого громкого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратном давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Контакт есть, и это уже хорошо. Давайте я верну на самое максимальное, что можно здесь сделать пока, чтобы понимать, как с этим работать. В принципе, какое преимущество данного микрофона? Мало того, что он динамический, есть несколько вариантов типов микрофона. Это динамический или конденсаторный? Конденсаторные, они очень чувствительные, за ними нужен дополнительный уход, питание, как вы подключите. И такие микрофоны используют чаще всего на звукостудии. А динамический микрофон более простой, наверное, в использовании тип микрофонов. Их используют во время, там, на концерте где-то, по-твоему, олимпийский, и такие... И вот такие микрофоны, они менее чувствительны к звуковой, скажем так, картине вашей комнаты. То есть, по-другому, вот всякое клацанье, да, какие-то шумы посторонние, они будут менее заметны, чем бы это, например, было с тем же самым конденсаторным микрофоном. В моем случае, я живу не одна, еще помимо меня есть ребята и две кошки. И вот эти вот чудесные две кошечки, они очень любят поиграть в тег-дык, что-то поскриптись, помяукать во время записи. Вот смотрите, пример сейчас. Я открою Word и просто начну клацать прям так очень интенсивно по клавиатуре. И попробуем услышать вообще, заметно ли. То есть, я нажимаю очень сильно. Ну и сейчас давайте то же самое я сделаю для дорожки на аудиорекордер. Вообще, в принципе, я понимаю прекрасно, что вы можете мне написать в комментариях о том, что, Даша, сравнивать микрофон и рекордер не совсем корректно. И я с вами соглашусь. Нужно понимать, у нас, вот мы работаем с тем, что у нас есть. Вообще, с другой стороны, если мы говорим про какие-то инструментарии как таковые, в интернете, да, в частности в ТикТоке, очень много можно найти разных кейсов, когда люди, не имея вообще ничего никакого там хорошего, ну или там более-менее микрофона, умудряются писать на гарнитуру вот эту, которая в наушниках проводных для вашего телефона. Треки, ну, если вы такие же задротеры, как я, которые хотят добиться более-менее хорошего, вот как можем, результата, аудиорезультаты и видеорезультаты, то мне, в принципе, пока все устраивает. Боксинг отдари. Следующий момент, характеристики вообще принципа этого микрофона, его направленность. У него кардиодная направленность. Что это значит? Вот еще такой скрипящий стул у меня какой-то, не очень хорошо. Ну, я надеюсь, не слышно вам это же все-таки динамический микрофон. Про кардиодную направленность. Он улавливает не весь спектр вокруг микрофона, а лишь какую-то часть. У него в данном случае вот такая. Вот я вам, в принципе, картинки прикреплю, какие вообще бывают варианты. Если я сейчас начну говорить более подальше от этого микрофона, то, соответственно, звук становится где-то вдалеке-далеке. То же самое я сейчас сделаю влево, то же самое я сейчас сделаю вправо. То есть он улавливает звук вот где-то рядом с собой. И вот как раз они не зря, да, компания FIFA, она говорит, что это подкастный микрофон. Потому что если вы посмотрите любой подкаст, они вот все вот прям очень близко к этим микрофонам, как будто сейчас едят. И из-за этого получается, чтобы у вас в конечном итоге был хороший сигнал звука, вам приходится говорить достаточно близко. То есть вот далеко отходить, ну, такое себе удовольствие. Вообще, в принципе, вот такой тип микрофона с такой направленности шикарно подходит для СМР. Я обожаю СМР. Вот серьезно, в этом что-то есть. Поэтому давайте я попробую немножечко жопотом вам поговорить. Да, что-то поболтать. При этом вот как они там какие-то действия делают. Ну вот опять же, я вот сейчас стучу по столу, и я вот смотрю на, как записывается звук. Записывается очень-очень тихо. Что еще хотелось отметить, это касаемо вот этой кнопочки, про которую я говорила, да, кнопка мьюта, то есть выключение микрофона. Она сенсорная. То есть у меня такое ощущение, вот смотрите, я аккуратно прикоснулась. Оп, загорелась зелененьким, однако я не совсем понимаю. То есть вот представьте ситуацию. Это может немножечко подвести, или вы там нечаянно чем-то заденете, микрофон выключится. Если у вас нет вот мониторинга звука в реальном времени, это вот вы можете, просто велика вероятность того, что вы не запишите звук. То есть нет вот этого как бы понятия, нажали вы или нет. Если вы не смотрите, вот прям такие, опа. Оп, включили. То есть какого-то некого щелчка или продавленного. Ну хотя с другой стороны я понимаю, да нет вот этого дополнительного призвука, потому что звук должен быть чистым. Короче, я тут не понимаю, вот минус это или плюс, что такая не особо тактильная кнопочка мьюта. Боксинг, Адарий. Что еще, в принципе, хочется отметить? Я ранее сказала о том, что давайте-ка посмотрим, да, будет ли меняться звук микрофона с разной ветрозащитой, ну и заодно проверим без ветрозащиты. То есть что же будет? Вообще, в принципе, да, для чего нужна ветрозащита? Ну, во-первых, это выглядит красиво. А во-вторых, всякие какие-то взрывные ваши звуки, типа Б, П, вот это будет немножко сглаживаться на вашей аудиодорожке. В принципе, сейчас я это говорила по вот такой вот ветрозащите. Теперь смотрите, давайте мы возьмем с моего рекордера, то есть вот обычный, кто-то вообще ее, если у вас ее нет, берут носок, просто бамс. Опа-па. Честно, сейчас мне, конечно, во время съемки вот этого видео сложно сказать, есть ли разница звука. Давайте сейчас попробую что-то сказать без ветрозащиты, то есть когда у нас микрофон немножечко обнажен. В принципе, это очень даже хорошо, что есть некое расстояние между самой вот этой капсулой и микрофоном. Есть где разгуляться звуку. Напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, есть ли разница между звучанием. Как бы я не хотела очень эргономично тут все выстроить вам, чтобы было меньше какого-то визуального шума, но вот этот вот провод, он достаточно длинный, который идет для включения по USB собственно микрофона. Вообще, в целом, удивительная ситуация, потому что, не знаю, верите ли вы в судьбу или нет, у меня есть идея и план, I have a plan this year. Попробовать запустить подкаст про музыкальность, про укулеле и то, есть я бы себе наподносить и в целом попробовать сделать на музыкальную тематику такие образовательные ролики. На досуге я задумываюсь, блин, наверное, надо купить какой-нибудь микрофон такой прикольный для статуса больше всего, да, для такой, о, смотрите, у меня микрофон, какая она подкастерка. Буквально через несколько дней после моих мыслей пишет компания FIFA и говорит, Дашка, давайте-ка, пожалуйста, тут нам обзорчик сделайте на наш микрофон. Я верю в судьбу, я верю в какие-то знаки, я не знаю, как это объяснить, удивительно, просто удивительно то, что, о чем мы думаем, что мы с вами пытаемся визуализировать, оно в конечном итоге срабатывает. Боксинг отдарим! Я потрындела вам, поболтала, вы поняли, как это работает со звуком и, в принципе, у многих на этом видео заканчивается, всем бай-бай, чмок в попок. Сейчас мы с вами попробуем использовать данный микрофон в качестве записи звука с музыкальным инструментом. Мы все помним, что я играю на укулеле, поэтому сейчас я попробую записать парочку каких-нибудь примеров небольших мелодий и сравните тоже звучание. Раз, два, три, четыре. В целом, я сейчас смотрю, мониторю запись звука и не особо-то видно, не особо-то слышно. Это неудивительно. То есть этот микрофон, опять же, повторюсь, он динамический, он кардиоидной направленности. И я так понимаю, в теории, как таковая запись музыкальных инструментов тут будет немножечко сложнее, потому что частота и, в принципе, нахождение инструмента от микрофона немного дальше, чем обычно как бы голова и микрофон. Можно попробовать сейчас перестроить нашу картину, то есть сесть в привычное место, поставить микрофон таким образом, чтобы попробовать, чтобы он был ближе, чем сейчас находится, и вот уже потом думать, улавливает ли звук укулельки микрофон или нет. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...